всем привет в этом видео мы будем вязать водолазку водолазка мне надо было вязать еще и у меня на канале есть полу хлопкового водолазка девочки мне попросили почему бы нет буду показать как вяжу не то что результат сразу здесь я вязала как набирала набираем значит все цифры и сантиметре все будут после мастер-класса конце видео если кому надо будет будете посмотреть а сейчас я рассказываю как как будем вязать набирала в итальянский набор я считаю что на водолазку как раз обязательно надо итальянский набор что поле фабричный вид приобрела и видно дела хорошо и здесь натяжка хорошая если что еще и можно нитку резинку одевать если у вас нитка не будет держать или через некоторое время будет плохо себе ввести и здесь очень красиво только здесь один нюанс есть когда мы по кругу итальянский набор набирали вязали по кругу вязали значит потом по как обычно вяжем на лицевой правильно на лицевой стороне по кругу а здесь надо на изнаночной стороне уже как вязали уже 2 ряда поле полу резинку и уже а еще хочу вам рассказать ничего страшного не будет и смотрите наглядно вам видно да здесь только я иголкой буду одевать вот это прятать и все будет хорошо я оставила чтобы вы видели я когда набираю итальянский набор по кругу тем более если такая маленькая горловина сразу кольцо не делаю потому что это очень в итальянский набор если кто делает знает что очень нестабильный этот первый ряд можно запутаться можно крутиться туда-сюда поэтому я вот это итальянский набор набирала два ряда вязала полу резинкой да а потом после этого только буду это только будете вот этот соединить одну петлю и ничего не будет смотрите здесь ничего страшного нету потом я иголкой и таки его к это надо прятать и все поэтому будете дальше вязать после набора 2 2 рита полу резинка потом после этого когда будете замекать кофе будете замекать на изнаночные стороне вот это лицевой но вот этот кончик изнаночный потому что мы будем потом водолазку вот завернуть это мелочь ну потом конце важно потому что будет некрасиво выглядеть смотрите как сейчас выглядит когда вы уже заворачивали а а как так выглядел бы это очень некрасиво выглядел бы на изнанку если вот так было правильно и шапки тоже имейте ввиду если вы шапки тоже вяжите за воротом так надо а итальянский набор естественно у меня то это видео выходит видео на светлее нитку вам будет все понятно как я делаю я делаю как тоже как обычно делать все девочки ну на канале я хочу чтобы вы видели чтобы разные вопросы у меня не было потому что если комментариях будет я не могу попасть и показать поэтому будет мини мастер класс то этого вот теперь смотрите как не люди жалуются на черные нитки не видно что делать сейчас просится все на черную делать вот девочки как раз я здесь мы будем считать я по кругу уже не столько не набирала мы будем считать что и вот это наша горловина набирала итальянский набор вот вяжем или два на два два на два знаете что я ничего против не мой имеют раньше делала мне кажется что это грубо получается я уже давно не не делала иногда руки чешутся делаю потом не нравится поэтому не делаю один на один делаю всегда почти и смотрите будете вязать сколько вы хотите сантиметр вязать карла вину или я хочу эту ложную кит левку показать еще потом что здесь есть смотрите я тоже делаю как все я это очень давно опять не русскоговорящий у этой женщине научилась жалко что ее потеряла у нее столько хорошего было можно было воспользовать ну я тогда не знала что youtube будет надо сохранить надо показать или себе потом показать потерялась ничего смотрите вязали сколько хотите какой резинку вы хотите или вы хотите просто чемпер вязать вот столько резинку вязали правильно после этого обязательно когда по кругу вяжем один ряд путем вязать просто лицевой а в моем случае как у меня поворотные ряды я на изнаночные изнаночную вязала чтобы здесь один ряд получилось теперь вот это полу резинка она тянется если мы еще не не добавим петля значит это будет очень туго и голова не лезет и будет вот так вот поэтому всегда надо добавить извините за голос мне трудно дышать никак не увеличить не иначе смотрите первую петлю снимали я делаю не накидом чтобы потом туда-обратно этот накид как-то прятать я делаю сразу протяжки забираю это чуть-чуть этот ряд трудновато ну что делать будем как-то делать правильно зато результат она того стоит если чем перри вяжите если водолазка это очень красиво как магазинный фабричный вещь получается поэтому то что чуть-чуть наморачиваемся это того стоит изнанка просто чуть-чуть трудновато еще и у меня толстая нитка вот и получается два лицевого вот один лицевой вяжем и между ними вот этот протяжку изнаночные вяжем чтобы получилось у нас уже лицевой из нити лицевой и изнаночные у меня получил у нас получились поняли вот давайте я без вас добавлю а то это будет очень очень долго вот смотрите я до конца добавила удвоились мои эти петельки и по кругу тоже сами здесь я буду на изнанке вязать а там будете вы на лицевой вязать всегда смотрите вообще эту кит левку я когда вязала точку на толстую пряжу у меня есть на канале и и свитер и чемпер да это я так понимаю и поняла что от пряжи тоже зависит вот тут на водолазку я делала 4 4 ряда поле резинку вязала она получилась так как будто вот такой вот вот как будто обрубленные что ли ничего понятно не было потому что здесь очень тоненькая нитка у меня я делала 6 а когда нитка толстая 4 полно полно хватит поэтому мы здесь будем 4 делать полу резинка в наверно вы все уже знаете давно может кто-то начинающий не знает будет полезно и я обязана на мастер-классе показать как смотрите лицевой снимаю это в этом ряду изнаночную не теперь и перед работой лицевой вяжем это кромочной снимали нить перед работой лицевой вяжем нить перед работой лицевой вяжем кажется видно я пока что никак не мне технические части муж всегда ругает говорит где твои руки хоть ты видишь я как привыкла вязать так вяжу я все равно смотрю место вместе камере что на камеру смотреть я смотрю мою газонку как всегда извините человек если 40 лет вязала смотрел на работу теперь надо на камеру смотреть ну извините я буду учиться поэтому иногда у меня руки не знаю где находит вот это первый ряд здесь такая толстая нитка много рядов делать не будем перечи смотрите опять кромочные снимаем теперь будем изнаночные вязать потому что там не вязали правильно а лицевой снимать уже не за работой тоже сами как бы ничего такого нету здесь вот и по круговой тоже там ничего просто здесь за работой а там перед работой как вяжите таки снимайте и поняли вот так хочу не пистера вязать не получается у меня когда я медленно вяжу все запутайте у меня я же как привыкла пиздера вязать вот теперь с ним снимаем изнаночные а лицевой вяжем логично перед работаешь то очень легко и просто так кулиску можете вязать там пустота будет перед работой вы поняли да давайте это тут хватает уже считаем что больше делать не будем вы будете уже самостоятельно сколько рядов надо делать чтобы долго не было теперь будем утваивать как бы петельки вот смотрите уменьшить два месте вязать вот и как раз получается вот это по ростка как будто шиты а это если этот не хотите как шиты я такой тоже пробовала можно вот на лицевой а так вязать она будет не шиты но мне кажется некрасиво лучше как как будто решили вот и так далее по 2 вяжите опять придете на то что у вас будет те петли когда было раньше количество имею ввиду это все вот тут понятно то что вы делали смотрите я здесь вязала у меня пряжа вот это вот я пошла взяла пряжа которые вязала я этот фуражку у меня на канале есть фуражка кто не видит посмотрите очень стильный вещь получается гардеробе аксессуар стильный я пошла взяла ту пряжу потому что там почти 50 процентов 6 хотела больше шерсти что более хорошие этот получилось бы результат но принесла домой чуть-чуть вязала и смотрю там накрутка очень плохая и неоднородная и на лицевой видно очень сильно и на этот резидки обидно никак я не могла как я я люблю чтобы петельки у меня ровные были там такого не было я эту нитку уже два года вяжу крючком эти фуражки и не заметила потому что с крючком туго вяжется не видно я обратно отдала эту нитку в одну испортила из естественно носки будем вязать если что остальное обратно отдала и взяла мою любимую вот эту нитку черный цвет 280 метров здесь и платье есть и платье есть и кардиган я вязала от этого нитки так что она себя хорошо ведет смотрите как красиво а так изнаночная сторона са еще красивее как раз мы будем вот здесь изнаночной пользоваться как будто прямо машинка и вязанно мне очень нравится если что я советую хорошая нитка после стирки вроде бы 25 процент иногда думаешь может и здесь шерсти нету как стираешь запах чувствуешь и потом в результаты она очень мягкая становится вещь так что тоже советую я здесь связала этого ваше желание сколько вязать что вязать этот город можете как вязать чтобы не завернуть его вот просто вот так вот так кто-то так коробки вяжет и все кто-то на этот а на эту основу может чем первым вязать мало делайте это карламина рассчитайте сколько вам надо и про прекрасно на этот мастер-класс можно много чего можно вода ласку платье увязать на этот мастер-класс можно вязать свитер платья есть да все можно вязать поэтому я хотела это делать чтобы вам начинающим было этот комфортно вязать а так по пальцам показать моем случае я вязала смотрите спокойном виде у меня вот 18 сантиметров резинка я вязала и после этого уже вот эту процедуру делала и нужную китлов мне кажется хватит а как рассчитать здесь один расчет здесь надо то что хорошо да мир 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 не любим сильно рассчитать смотрите вот растянутым виде будем считать вот так вот так вот так и и вот так как раз в моем случае вот так считайте ваша голова окружность в голову вот эта мерка будете если незнакомая нитка я уже образы с ним вяжу естественная и нитку знаю и сто раз разные горловина вязала я уже приблизительно знала сколько мне надо а вы будьте кусочек знаете что делаете мой совет если есть у вас вот такая это же у меня китайские спицы копейки стоит 40 сантиметров можете купить себе и это очень хорошо шапки вязать вот эту горловину вязать начало рекламную это три главы сверху когда начинаю я вяжу чтобы этот разные не тянуть сюда туда не этот леску я не люблю камни раздражает честно говоря я приобрела несколько номеров вот такие дешевые они везде уже есть раньше недоступны сейчас везде есть она изнанке смотрите как вы будете тоже очень даже красиво и мой совет если не начинающий вот одна моя зрительница написала что она вяжет образец просто вот просто так вяжет а потом на кругу с рукавой размер не попадает правильно потому что как бы не крути круговой другая плотность будет а так другая даже я когда круговое не вяжу иногда и рукава круговое если такая капризная нитка и рукава круговой не вяжу потому что я думаю сразу плотность меняется поэтому возьмите вот такую и делайте типа образца ничего страшного не будет если ваша образец будет сразу допустим на эту кран круговую набирали вы смотря какая пряжа если толстая пряжа будьте вязать вам еще легче меньше будет если тоненькую допустим 90 петель набирали 90 под 100 у меня все в конце описание будет набирали вот кусочек даже вязали вот для себя и потом взяли этот сантиметр затянули хорошо сколько можно тянуть потому что голову когда одевать надо хорошо тянуть правильно и мерили себе ничего страшного если вы не попали лучше вот этот кусочек распустит ничего не случается это час-болчаса чем будете не попасть размер правильно если так вяжите потом все равно расчитайте сюда уже добавите петли уже она другое получать если у вас опыта нету девочки вот такие дела мои дорогие делайте так ничего с вами не будет вот так кусочек вязали его растянули мерили вот здесь одна метка больше ничего вот смотрите как я рассчитаю рекламные линии это тоже опыт смотрите чтобы я вам ложную информацию не делала вы будете вязать вязать перевязать и учиться на свой опыт потому что вы будете на свою телу это все пустить если даже размер я говорю это ничего не значит вот магазинами идем размер с к вот у человека размер с к у кого-то круть вообще нет у кого чуть-чуть есть у кого-то это все равно не попадешь правильно если вы хотите сугубо на себя вязать вы будете опытом тыка и ошибки научиться но основное вам я все расскажу как я делаю я когда-то давним давно как начинала не знаю уже сколько лет назад начинала реглан сверху вязать и так как нам учили вязать делить на 3 зад вперед и третью часть рукава на нашу фигуру мы так не хотим потому что это получает очень широкие рукава в итоге чтобы каждый раз я не мерила и не начинала на рукавах не добавить на тело добавить мои вообще любят что тело широковато было а рукава моем случае тем более я так люблю женщины всегда недовольные свою фигуру прячет правильно поэтому я всегда для себя делаю не так не третили ла я делю как зад вперед и этих третья часть которой рукава я оттуда тоже таю спинку и вперед и рукава у меня всегда меньше чем надо потому что так мне больше нравится чтобы потом рукава сильно широкий не было и я убавила убавила ну не сидел на человек а вы потом посмотрите все равно я в конце описания напишу как я делала вот сугубо этого водолазка я хочу хотела я не знаю кто то так делает не делать я хотела вам полезный советского раньше я когда делала вот эти укороченные ряды и что получается вяжешь потом считаясь хотя она видно ну когда для меня видно если у меня опыт есть эту петлю я вижу все равно я вот так делаю смотрите вот так делаю и потом мне совсем легко потому что черный цвет я еще раз говорю что не знаю чего мне трудно дается даже очки одеваю все равно черный цвет это мне напряг поэтому я всегда чтобы я я дома то телевизор смотрю то компьютер смотрю кто домашними разговариваю и вяжу чтобы мне было не считать ничего не напрягаться я вот одеваю вот такие маркеры скажем так вот эти маркеры не одеваю потому что чтобы мне запуталась я вот это спинка получается у меня розовый маркер и вот эти желтые маркеры у меня передная часть вот эти скрепки я одеваю чтобы знать что это мои укороченные ряды вот после этого сразу один ряд после этой ложного кит лёвки когда изнаночную вязали уменьшили вот петли петля пошли в наши прежде и расчеты правильно и я уже начинаю делать этот один ряд это вязала и начинаю делать укороченные ряды хотя у меня укороченные ряды если это хотя здесь я смотрю очень хорошо видно если не видно я так делаю немецкие укороченные ряды это ума у меня на канале есть розовая футболка по моему да там видно ну я смотрю и тут видно вот смотрите как легко вот когда эти маркеры есть называем маркерами скрепки а вы можете маркеры просто чтобы не запутаться я скрепки делали вот так вязали это убирали и пошли дальше а вот и сколько не делала то накидом то без накида тянула то это ну это для меня идеальный вариант и я уже много лет делают так вот так тянули здесь уже у нас рекламная линия видеть надо добавить накид я хочу здесь на рукавах и на передней часть после ростка какие-то резинки пускать она я когда-то ей вязала сугубо два на два по моему резинкой целую водолазку она это хочет одеваться по под разные жилеты но этот раз она не захотела чтобы я делала резинку всю я хочу здесь кое-какие места резинки тела чтобы скучно не было потом увидите я сама не знаю но я показываю сам суть а вы уже хотите лицевой для клад тела те хотите узоры пустите хотите целый свитер вяжите зимние знаете на эту основу я суть показываю а так мои же сильно этот не узоры не любят и под жилет узором это же я бы не очень хотела я еще хочу себе черного да опять черным черную водолазку вязать ну там другая изюминка будет может если у меня время будет сегодня начинаю чтобы мне было я вяжу сейчас данный момент эту водолазку вяжу еще очень красивую мохнатую кофту для дочки это белый цвет уже я чтобы разбавить этот черный цвет поняли ну тут наверное я быстро закончу мы там такая нитка раз два вяжется все увидите то этого наверно я хочу суть показать как тело если у меня есть начинающие или новенькие у меня на канале чтобы вопросы не возникало и размастер класс надо как-то хорошо показать поэтому я это все показываю конечно кто это все знает наверно скучно будет допустим мне скучно но все равно все равно я тоже всегда учусь что-то делать на месте не остановимся вот я хочу суть этих маркеров показать пожилом вот опять дальше дошли нам надо одну петельку здесь вязать до 10 изнаночной не здесь лицевой должно быть они вот этот пикинули ими счастливы пошли переворачиваем работу а теперь на лицевой стороне смотрите вот так будем тянуть хорошо тянули здесь как будто два ну вам это вмешать не будет не бойтесь никому это не вмешать ним вот это так пальчиком все равно держите вот так поняли лицевой я чего или главной линии вязала на изнаночной не скажете видите перед камерой как вот еще если такое случается ничего не бойтесь если вы начинающий вот все будет хорошо эти саду тоже исправим чуят так я тоже перед камерой как будто ничего не знаю с вами учусь поднимаем вяжем дальше еще один раз покажу может все уже вам понятно а то по питению вязать на все сколько минут будет еще хотела вам попросить еще раз если можно видео смотрите до конца пожалуйста это так надо youtube оказывает поняли тоже вязать умеем а ютубом бороться это другая история очень много знать надо узнать вот вы если начинающие будете на свой опыт вязать учиться а я на свой опыт учиться с ютубом дружить вот такой такая история вот еще разные маркеры одевайте вот допустим спинка у меня розовая передняя часть у меня желтая что вы никогда не запутаться они не посмотреть это зад вперед или что я так делаю рекламные лень дню закончили уже как говорится на коне пистера вяжется я иногда вяжу без реглана другой способ но все равно рекламный мне больше нравится как сидит на тебя шить не надо ничего все равно как бы не сшивайся равно шипит рукой а без ничего тоже другой правильный вопрос вот вот еще одно хватали отсюда и все опять переворачивали изнаночной стороне вот так хорошо держали дайте чуть-чуть надо трудиться ничего страшного она того стоит вообще никакие дырки не будет даже хлопковые нитки не будет видно как другие способы видно на моем случае не знаю я не добилась того результата что я хотели помнить может кто-то уже приловчилась другие эти тоже вяжет хорошо но немецкий мне больше нравится все больше не буду вам занимать уже висуть поняли что как я делаю вот пойду сюда вот пойду до этого скрепки вот у меня зарядка закончилась к теме прервались больше показать не буду и так далее туда обратно туда обратно показать не закончились эти маркеры как заканчиваете значит значит все вы закончили больше ничего не надо теперь будете работать только рекламный линий я как обычно я добавляю через ряд каждый второй ряд и вот здесь пускай мне супер вязать 6 помидорами не кидают что они без сантиметра ничего не вяжут ничего я вяжу может это нельзя ну в итоге все хорошо разуме по сантиметру не мерили рекламную линию плечи и рукава значит вы будете иметь ввиду я на сантиметр не меряю ну берем на человека я же не на заказ вяжу поэтому у меня возможности другие если я вяжу сугубо моих домашних я каждый 10-15 сантиметр одеваю и наглядно вижу я куда пошла куда дошла что мне уже не нужно делать что нужно еще делать поняли будете на себя обязательно одевать и посмотреть если вы считали так что видите уже рукава уже некуда вам зачем это надо значит тело на тело будете добавить через ряд рукава через два ряда но у меня всегда я для себя так тело почти всегда 99 процент я 2 каждый второй ряд добавляю вот так будем вязать